Так, друзья, всем доброго дня и доброго вечера. На рынках наблюдается до сих пор интересная картина, сохраняется рост, что достаточно удивительно. Значит, вкратце о том, что я сделал за эти дни. Значит, я избавился, вот можете посмотреть на состав портфеля экспериментального. Напомню экспериментальному потому, что я готовлю весь кэш, все, что есть, все, что я готов вложить в акции и в индексы, на чуть попозже. То есть, самое раннее, это апрель месяц, он уже тут практически наступил. Посмотрим еще, что будет по трендам, по основным, может быть, уже позже, даже ближе к лету. Но, скорее всего, я разделю все, что есть на равные доли и буду каждую неделю довносить. В случае же, если будет прям полный такой крутой провал, мы увидим дно уже такое прям, ну, очевидное, заметно раньше, то, конечно же, основную сумму я закинул в этот момент. Пока план такой. Значит, я избавился в портфеле от уже более чем половины позиций, которые он покупал в качестве эксперимента. Их было достаточно много. То есть, вот можно посмотреть по сделкам, что я только уже не продал. В общем-то, все, что я купил за последний месяц, я продал практически все. Почему? Потому что в данный момент рынок фактически неуправляемый. То, что на нем творится, иными словами, кроме как хаос и бардак, не описать. Сейчас время трейдеров. Те, кто умеют зарабатывать на падении, шортисты, те, кто зарабатывают на резком прыжке в течение дня. То есть, вот те ребята очень хорошо сейчас, я думаю, на этом на всем наживаются. Флаг им в руки. Я рассматриваю долгосрочное инвестирование, но при этом никто нам не запрещает, например, избавляться от выгодных в данный момент позиций, которые были в портфеле, с целью дальнейшего перезакупа по низам. А низов мы очень все ждем. Я думаю, те, кто рассчитывает на долгосрочное инвестирование. Ну, сразу скажу, стратегия простая. Часть, конечно же, я буду продолжать закидывать в золото. Золото, как видим, продолжает расти. У меня по нему, в принципе, вот видите, с того момента, даже когда я его купил, купил я его далеко не по низам. Плюс 23%, 24% почти. Значит, все зеленые, фактически все зеленые позиции, которые у меня были, я распродал в эти дни. Вот сейчас я раздумаю о том, чтобы избавиться, например, от этого лота. Вот эти вот акции американских компаний. ВТБшные. Я, честно говоря, не знаю, друзья. Что-то как-то они меня... Они меня вроде бы не раздражают. Но как-то и... Вот, вроде как они меня не раздражают, но уже есть желание, честно говоря, избавиться от них. Но впервые за вот этот месяц небольшим, то, что было закуплено, видите, всего лишь два лота ради эксперимента, они сегодня впервые вышли в плюс за это время. Все это предыдущее, вот они были в минусе. Можем посмотреть. То есть, картина складывалась такая. А я вот даже не знаю, нужны ли они мне в портфеле или нет. Я бы, конечно, от них избавился, но подождем, посмотрим еще. Рост еще продолжается. Кто знает, может быть, будет завтра. А вот завтра как раз их в пятницу, в конце самого месяца я их и скину. Вот. Значит, что еще? Вот. И, собственно, на Роснефть вчера просто ради интереса поставил шорт. Мне было интересно, упадет ли он ниже 300. Соответственно, с утра был сначала кратковременный рост. Потом она все-таки к 10.30 отъехала чуть ниже. И я принял решение продать. Как мы видим, сделал это не случайно. Есть определенное, видимо, уже чутье на все это. Но сейчас Роснефть уже 317 к вечеру. Это, конечно, дофига. Поэтому шорт был, опять же, второй раз зашортил Роснефть. И второй раз достаточно удачно. Ну, хотя бы в том плане, что даже если большой плюс не вышел, то, по крайней мере, и не в минусе, и не в нуле даже. То есть, в принципе, с какой-то выгодой я это сделал. По сути, проверил себя еще раз, что такие вещи я могу предугадывать в рамках одного-двух дней. То есть, для себя просто успокоился. Да. Больше ничего особо не трогал. Единственное, что сегодня усреднил в портфеле акции Банка ВТБ и Сбера. Соответственно, общий минус по ним. А красные они у меня уже на протяжении месяца. Ну, стал совсем смешной. Вот мы видим, Банк ВТБ тут минус 8%. Брал я его первый раз вообще по верхам тогда, когда он был. Но Сбера вообще минус 1%. Он продолжает расти несерьезно. Скорее всего, от них пока избавляться не буду. Я думаю, эти акции я буду оставлять. Но если, например, Сбербанк привилегированные, они удобные, там, лот 10 штук, еще сколько-то, то вот Банк ВТБ меня, конечно, вот это их разбиение ужасает. То есть, взял 5 лотов, да, 50 тысяч штук, и распродаются. Я знаю, что эти фигойны очень неохотно. Я вот продавал на днях индекс, там тоже что-то 100 тысяч или сколько-то было. То есть, они расходятся в стакане не сразу. Я не знаю, мне не нравится такое дробление, когда акция стоит какие-то сущие копейки. Но, с другой стороны, я думаю, когда начнется условное возрождение после индивидуанного кризиса, банки, в том числе и ВТБ, Сбер, должны подняться. По крайней мере, эти два банка. У меня такое ощущение. Ну и плюс все-таки, поскольку я ВТБ-брокером пользуюсь, как бы, не знаю, для себя я вижу глупым не поддержать. И конкретно этот банк акции, который я использую, и вкладами пользуюсь, и всем на свете. То есть, мне это, как бы, кажется нормальным. Ну, а Сбербанк привилегия, потому что вот дивиденды по ним. С ВТБ тоже я подумал, конечно, посмотрю, потому что, видите, в списке дивидендов он не значится у меня. И я посмотрю по динамике. То есть, если он будет хороший рост показывать, конечно, я его оставлю на долгосрок, там, на год надо. Если по нему будет вот постоянно вот такая ерунда, он там будет болтаться на уровне каких-то там трех копеек, то, скорее всего, я от него потом избавлюсь. Но, напоминаю, стратегия такова. То есть, в минусы сбавляться не вижу смысла. Если уж в данный момент она даже в маленький минус ушла, смысла нет. Лучше немножко посидеть, подождать. Суммы смешные, незначительные даже в экспериментальном портфеле. И потом дождаться плюсы и выйти. То есть, вот, например, сейчас я бы мог продать БТГК-1, который недавно взял, Мечел, да. Ну, тут небольшие, плюс 5, плюс 10 процентов. Но, опять же, посмотрите, плюс 5, плюс 10 процентов – это показатели во время вот этого безумного колебания рынка в период кризиса. То есть, на самом деле, все это не так плохо. Значит, из красных акций сегодня Яндекс очень хорошо отрос. У меня было очень большое желание его продать. Потому что первый лот я брал по верхам. И прям было безумное желание от него избавиться, когда он вышел фактически в ноль. Но потом я подумал, что если этот рост будет продолжаться, он, в принципе, плюс выйдет. И вот на плюсе, согласно стратегии, я его и скину. Если в плюс он сейчас не успеет выйти и нас ждет очень быстро следующий обвал, сейчас, в ближайшую там неделю, две, а может и три, то тем более, тогда я буду усредняться. Я его снова докуплю по низам, и потом он еще быстрее отрастет в плюсовые показатели. То есть, стратегия, тактика такая, мы понимаем, да. ТГК-1 оставляю, поскольку дивиденд. Мечил. Ну, Мечил, считаю, что взял очень удачно. Я его брал вот в первый раз 13 марта. Видите, цена была там 61, потом 57, 56. В принципе, с ценой, я считаю, угадал. Сам Пси Мечил этот, он мне как бы, ну, особо привлекательным не кажется. Дивидендов по нему нет. Что-то в нем какого-то такого прям экстраординарного по росту. Вот я смотрю, ну, не знаю. У него очень вот этот неровный такой рост скачок был. А сейчас он находится на уровне, фактически, ну, понятно, на своем минимальном. Но рванет ли он так, как рванул после 2016 года, ну, не знаю, неизвестно. То есть, теоретически подержать его в портфеле можно. Вряд ли будут какие-то дикие падения по нему. Ну, не знаю. Пока в плюсе трогать не буду. Но если вдруг по нему какие-то будут позазрения, скорее всего, избавлюсь вообще без всякой жалости. И лучше на его место добавлю акцию с дивидендами. Какую-нибудь долгую дивидендную историю. Золото пока не добавлял, поскольку оно сейчас очень хорошо отросло. И, ну, я не знаю, закономерность, конечно, страшная. То есть, золото, вот, если посмотреть, оно все время вверх-вверх-вверх-вверх сейчас стремится. Ну, мы понимаем, да, почему там нефть вниз-вниз-вниз, золото вверх-вверх-вверх. В процессе восстановления, ну, скорее всего, дальше увидим от него падение. Поэтому сейчас я вкладываться в него не хочу в данный момент. Докупать буду на низах. Продавать сейчас вот этот один жалкий лот, который я взял, который мне 23% прибыли показывает, конечно, я не буду. То есть, смысла в этом нет никакого выводить. Но если начнут вдруг стремительно падать и приближаться к нулю, скорее всего, выйду. То есть, избавлюсь от него хотя бы в ноль. Ну, а лучше, конечно, в плюс, если такое произойдет. Потом докуплю по низам. Но у меня есть предположение, что все-таки оно скоро скакнет вниз, когда начнутся обратные процессы по рынку. Ну, и самое главное, значит, что я посмотрел, это лукоил. Моя самая большая головная боль, условно. Потому что лукоил я в качестве эксперимента взял по верхам, по хаям, так сказать. Взял я его, потому что дивидендная вещь. И, ну, просто на тот момент хотел вот именно что-то истопленное. Пороснефть еще чему-то мне-то не нравилось, а может быть и зря. Ну, вот вам пример, грубо говоря, специально я оставил того, как не надо, на самом деле, брать акции. Хотя, конечно, в кризис, наверное, можно брать и так, потому что в конечном итоге на долгосроке они отрастут. Ну, вы понимаете, да? Если сейчас она вот на уровне 4.700 болтается, а первый раз вы берете на верхах 6.500 догонять, этот левел будем очень долго. Ну, естественно, вариант тут один, стратегия одна – усредняться. Лукоил я, конечно, планирую оставлять в своем портфеле, потому что он дивидендный, он не дешевый. И на него пока что, например, вот самый большой показатель по дивидендам, ну и, в принципе, самый большой, что парадоксально сейчас, объем в портфеле пришелся именно на него. Я его докупал дважды. В данный момент докупать не собираюсь, не планирую, пока он не начнет, опять же, откатываться прямо вниз, 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 вниз на следующем витке кризиса. Оно же дно. Второй или третий пока не знаем, никто не знает. Но я все-таки прогнозирую, что для себя, что в апреле, в мае что-то произойдет. И по низам буду подбирать. То есть, видите, состав в портфеле 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Позиций, условно, меньше, чем я рассчитывал. А я планирую в портфеле оставить минимум 10 позиций. 20, конечно, мне кажется, это многовато за всем этим следить. Геморрой, да и, в принципе, проще индекс взять. Возможно, с индексами еще будем экспериментировать. Но смысл в том, что хотя бы 10-15 позиций, и это будет дивидендная вся история. То есть, я на низах, когда на низ рынок уйдет совсем, я этого очень жду, я возьму все дивидендные истории. Вот вообще все куплю дивидендные истории, и дальше за ними буду следить, не буду их продавать. Буду только просто в разных пропорциях пополнять. Кэша будет вполне достаточно, чтобы делать это на протяжении года, 2, 3. То есть, я рассчитываю так, такими частями, чтобы я мог в течение 3 лет спокойно инвестировать. То есть, плюс-минус одинаковые суммы. Ну, естественно, если какие-то будут моменты, когда там прям будет ожидаться дикий роз, еще что-то, туда я буду вбахивать, конечно, уже больше. Но это посмотрим по ходу движения. То есть, в принципе, взять вот за эти вакции. Сбер, Норникель, Газпром, Роснефть, Аэрофлот добавлю, когда с ним что-то устаканится. Пока не буду его трогать. Магнит, скорее всего, да. Потом закину, но сейчас он очень хорошо от роз. Я думаю, все-таки брать его надо ниже, как все остальные. Это от нефти обязательно закину. Ну, Новотек посмотрю. Новотек какая-то, блин. На мой взгляд, я не знаю, очень странная история. Вроде потенциал у него есть, но что-то как-то, блин, не знаю. Пока продан и не жалею об этом. Росгидро, да, скорее всего, добавлю. МТС, наверное, добавлю. Полиметалл, ну, вряд ли. Я, наверное, выберу все-таки что-то одно. Либо Норникель, либо полиметалл. То есть, стратегия какая? Взять от одной отрасли по какой-нибудь одной, ну, максимум две сильные позиции. И на них делать акцент. То есть, затаривать сразу там 3-5 позиций по каждой я не буду. Ну, только если там какие-то интересные истории с дивидендами не всплывут. Алроса, Северсталь пока однозначно нет. Не будем трогать. ЛСР вчера очень удачно продал и правильно сделал. Сегодня он взлетел с утра, а сейчас как бы начал падать. Потому что там объявили, что акции порезали. И народ, видимо, сразу полетел в панику избавляться. И все, заминусили конкретно на втором половине дня. Ну, и вот дальше там уже понятно. Вот Фосагра, как вариант, да. Ростелекон. ТГК-1 докуплю. Киви нет. Что-то нет у меня доверия. Какая-то фигня. Может, конечно, когда-то и вырастет. Но непонятно. Не знаю. Советовали мне взять, не беру. Когда советуют, ничего не делаю. Так, как советуют никогда. ОГК-2, Юни-Про, скорее всего, возьму. МВидео, ну, бог его знает. Детский мир снова, наверное, куплю. Только если прям совсем на низу идет. Для меня не очень интересно. Ну, аптечная сеть, бог его знает. Что-то очень. Мне кажется, очень переоценена она, аптечная сеть. Я бы ее, наверное, не стал пока добавлять. Да, видите, настроение трейдеров ужасное. Да и, в принципе, сейчас на всей этой шумихе, конечно же, рост наблюдается, но что будет потом, непонятно. У меня вообще, знаете, такое ощущение, что вот эта вот аптечная сеть 36.6 может, блин, в любой момент, бах, там после этого что-то случится, какой-нибудь кризис, и я вообще не вижу, что это такое. Вот не знаю, вот такое ощущение у меня от нее. Поэтому пока не покупаю, учитывая, что акция нифига не дешевая. Хотя, наверное, сейчас на ней было бы неплохо вырасти, но я не буду рисковать, я на долгосрок рассматриваю. Распадскую не знаю, может быть, потом возьму, еще не думал. Лента, соответственно, скорее всего, да, лента нравится как сеть, потом докуплю. Но вот Акрон под вопросом. Акрон вообще хотел зашортить тоже очень сильно. Он что-то с шести тут ухнул немножко вниз, но потом заново вроде, видите, начал ползти. С ним какая-то странная тоже история. Он прям неубиваемый. Я вообще не понимаю, как они так мудряются. Посмотрите вообще на этот график. Какое-то сумасшествие просто. Он вверх и вверх идет с минимальными просадками. Это на фоне того, что творится. Видите, настроение. Вот у меня такое же настроение, что он все-таки должен упасть. Вопрос когда и насколько. Но как бы покупать его сейчас точно считаю сумасшествием. Ну, а шорты, опять же, повторюсь, это такая опасная тактика. И вообще привыкать к ним, если не трейдер, вообще не надо, я считаю. Лучше дождаться падения, естественно, закупить на низах, потом спокойно себе расти и усредняться, и дополнять, если надо. Ну, и в принципе все. Наверное, рынок, конечно, очень интересно себя ведет. Уже четвертый день фактически рост. Хотя с небольшими провалами по некоторым позициям. Вот интересно, что будет завтра в пятницу. И самое главное, что потом будет на апрельских. Если на апрельских конкретно все посыпется, то это будет, я думаю, отличный вариант, чтобы начать покупки уже такие более глобальные. Ну, а потом еще докупаться, если будет следующая волна. Вот, собственно, такие наблюдения, друзья. Но в любом случае для экспериментального портфеля, который был создан в самый пик, прям в самый хаи перед наступлением глобального этого коллапса, минус 1,6% в течение пяти недель, я считаю, очень неплохой результат. Но, естественно, он достигнут не тем, что просто было что-то куплено, оно лежало. А каждый день мониторинг, наблюдение, пересмотр, докупка, продажа более выгодных позиций. То есть, ребалансировка в портфеле нужна обязательно. И я не исключаю, что если бы я добавил каких-то изначально, если меня это интересовало, облигации и индексов, то с защитными, так называемыми, активами, с облигацией и индексами картинка была бы еще лучше. Возможно, портфель бы оставался плюсовой. Вот, поэтому, ну, посмотрим, как оно будет. Пока не будем загадывать. В общем, вот такие интересные дела творятся. Очень сильно ждем дна. Что сейчас еще остается в сложившейся ситуации, чтобы как следует закупиться и потом хоть как-то деньгами компенсировать возможный ущерб от того, что творится у нас на рынке. Вот такие дела.